Клодор ТВ мы продолжаем смотреть Дота 2 Азия Чемпионшип. Это предпоследняя игра на сегодня. LGD Gaming против Newbie. В принципе, что-то добавить пока нечего. Можно посмотреть на турнировую таблицу, кто какие места занимает. Чтобы выяснить, собственно говоря, что у нас вообще происходит. А происходит у нас следующее. LGD 3-3 и Newbie пока что уверенно идут со счетом 1-5. Очень такой хороший, уверенный счет. Ребята идут к успеху, судя по всему. Ну, Newbie нужно выигрывать. Определенно нужно выигрывать. Да, все-таки чемпионы Интернешнл. Вот видите, Му Хау, Банана, Саншенк и Рэббит. И LGD Яо, Фейс, Инжулай, Сайлар и ММАЙ. И глядя на ник ММАЙ. И глядя на морфинга в пике. У меня напрашиваются странные, скажем таки, вопросы. Вопросики. Верно ведь? Я думаю, у всех должны возникать вопросы-вопросики. Ну, давайте-ка, LGD. Покажите мне еще раз суппорт морфлинга. Я вас верю. Ну, Баны пока более-менее стандартные. Ведь Леон, Ликантропы, Виспы, Бэтрайдеры, Апаришины, Вайды, Брюмастеры и Джигернауты. Пока у нас нет Акса в пуле, как мы видим. Ну, и Ньюби забирают СФ первым пиком. В чем проблема, когда ты забираешь СФ первым пиком? То, что ты говоришь врагу, приходи на мид, убивай меня. У меня СФ первым пиком. И, в принципе... Ну, что? Ты просто развязываешь руки своему оппоненту. Он может делать все, что угодно. Ну, ладно. Поглядим, будут ли эти LGD делать все, что угодно. Потому что мы много раз видели Шадоу Финдов. Вот нам подсказывают, что Хао может сыграть одну игру и проиграть на СФе. С КДА 1.1.1. 240 крипов и 1.1.1. Блокатка. Это как вообще? Ну, ладно. У нас пока Кентавр нарисовался. Ну, что ж, Ньюби с Кентавром-то. Бристлбэк от LGD. Увесистые весьма юниты получаются от LGD Gaming. Бристл, Морф, Тайтхантер. Всех сложно убивать. СФу понадобится большое количество артефактов. Для того, чтобы реально смочь поубивать людей. Винрейт. Потрясающий винрейт у Инжулая. 5 игр и 0% винрейт. КДА, опять же. 1.8, 5.8, 5.2. Это что за Бристлбэк-то такой? Интересный, я бы сказал. Ну и ласт пик. Не хватает нам жесткого фармилы, скажем так. Ну, если отправляется мид, Кентавр сложная. Два суппорта, чем Дизраптор. И нужен герой, который будет всех убивать. Кто бы это мог быть? Тот, кто совладает с Морфом и с прочими людьми. Что-то задались вопросом еще с этим же, видимо, Ньюби. Антимага. Конечно же антимага. В любой непонятной ситуации пика антимага. Верно? Ну, где антимаг? Лон Друид? Вуд? Что это за герой-то такой? Нет, я не говорю, что герой плохой. В принципе, просто Вуд? Лон Друид? Почему именно он? Хм. Ну, и 10 секунд остается. Хотя нет, не 10. 30 в общей сумме. 10 секунд остается. 10 секунд остается. Кристал Мейден. Ласт пиком. Герой, в принципе, не самый толстый. Но, знаете, что я вам скажу? ЦМку тут особо убивать неким. Да, вы, естественно, скажете, там же есть Лон Друид, у него будет Радианс, Медведь, он будет грызть, кусаться. Но, при этом, до того момента, пока у него не появится Радианс, ЦМке реально делать никто ничего не сможет. Чен, ну, там, как-то ее более-менее, возможно, погоняет. Дизраптор, ну, да, это не самая, как бы, лакомая цель, которая может испортить, типа, настроение. ЦМочка, с одной стороны. Ну, а СФ, что он за ней гоняться, тоже будет. Вряд ли, вряд ли. Обычно просто ЦМка будет приходить в мид и напрягать того же СФа. А прокаст у нее очень жесткий, на самом-то деле. Ну, ладно, друзья. Мы, наверное, будем потихонечку переходить в игру. А что у нас по коэффициентам, кстати? Кто, считает ли вообще кто-то, что Нюбе победит? Можно узнать? Слушайте, да тут 1.8 и 1.9. При том, что у Нюбе 1.5. Ну, LGD не самая сильная, вроде бы, команда. Хотя игроки у них достаточно знаменитые и олдскульные. Ну, ладно, давайте посмотрим. Так, команда Нюби. Саншенк у нас будет играть на Дезрапторе. Му у нас будет катать на СФчике. Банана Чен. Рэббит на Кентавре. И Хао на Лондруиде. Хао отправляется в оффлейн. Ну и LGD Gaming. In July у нас Тайтхантер. ММИ Crystal Maiden. Не Морф почему-то. Сайлар решил показать, как нужно играть на суппорт Морфе. И вот он, собственно, Морф. Фейс Вичдоктор. И Яо на Бристлбеке. Все. Понятненько. Ну и отправляются... Опять же, есть лесник. Пацаны просто идут убивать... Не убивать, а блочить спауны. Все достаточно просто. При этом Мишка и Ньюби немножечко разведали. Увидели, что LGD действительно пришли. Что они действительно сейчас захотят заблочить спауны. Ну и Вичдоктор, собственно, отправляется это делать. Вот он, один спаун заблочен. Вот он, второй. И ВД будет ли еще идти ставить? Нет, пока, видимо, не хочет. Возможно, постарается где-то задевардить. А девардить... Ну, не совсем стандартное место. Я бы сказал, даже совсем не стандартное место для девардинга. Ладно. Так. Погнали. Сайлар отправляется в МИД. Стоять против СФа. ММА. Я думаю, будет приходить периодически также в центр. Вот Банана пошел в чужой лес. Его из чужого леса в теории должны прогнать. Вот она. Приходит СМК и говорит, мол, давай ты, друг, пойдешь где-то в другие места обитать. А в других местах... Собственно, в его лесу. А, вот, вот второй сентряг. В других местах. Вот заблочен спаун. Вот заблочен спаун. И вот заблочен спаун. То есть Чен, если у него нет центрягов... А у него нет центрягов. Он их в теории может скоро купить. Или кто-то ему может купить. Нет, ему никто не может их купить. Соответственно, Чен проседает. Чен проседает. Тайдухи тут пока ничего тоже толком сделать не могут. У него вот Кракеншел уже первого уровня на первом левле вкачен. Поэтому он пока просто стоит в наглую и получает экспу. Самое интересное, наверное, у нас будет где? Наверное... В МИДе. Да, в МИДе у нас интересное противостояние. Морфлинг. Лоу-рейндж герой и СФчик, который вроде серьезный воин в МИДе. Но опять же, опять же, вот что происходит. ЦМка идет гонгать. Но против ЦМки стоит вот этот вард. То есть он даже не столько руну палить или еще что-то делать. Просто для того, чтобы наблюдать, куда будет бегать это Кристал Мейден. Кристал Мейден сбегала в МИД. У нее не получилось. Не стала она туда дальше побежать. Побежала она на нижнюю линию. На нижней линии стоит Рэббит. Рэббит, у которого 600 здоровья. В принципе, это много. У Бристалбека... Ага, ну вот она вышла. Вот она поагрессивничала. И уводит крипочков за собой. Что там? Пулить будут? А не, просто их поубивают сейчас здесь всех этих крипочков. Да. И начинают за вышкой LGD очень агрессивно действовать. LGD пушит, друзья. Именно так. Сейчас там еще крипы подойдут. Ну а что может сделать в данной ситуации Кентавр? Просто стоять и наблюдать за тем, как погибают крипы. При этом под свою вышку он подойти не может, для того, чтобы получить опыт хоть какой-то с вот этих крипов. И у Кентавра все очень плохо. Вообще LGD начали реально круто. У них на линиях все норм. У врага все не норм. Ну, кроме SF в МИДе, естественно. SF в МИДе... Его просто пока не напрягают. Просто Тайтхантера загнобить тяжеловато. Хотя вот сейчас, видите, выходит Чен. Хотят убить Инжулая. Инжулай. Мансит пока вокруг вышечки. Серьезные могут быть проблемы Оу Хао. Крипы, крипы очень жестко вытанковывают. И Инжулай сейчас умрет. Да. Это минус Тайтхантер. Это First Blood. В это время в МИДе в Стреотму... Просто пришла ЦМка, дала колбу. Первого уровня. В SF увидели, что с ним произошло? Да он чуть просто не погиб. Ну, ты у ЦМки появляется Аура. Аркейн Аура первого левела. Это значит, что у Тайда дефицита маны не будет. Практически. Даже не практически, а не будет. У Бристлбека также с маной проблем быть не должно. Вы видите, что происходит с его маной Регеном. И в принципе... Что-то я заладил с этими в принципе. Повторюсь, но ситуация у LGD на линиях хорошая. С другой стороны, Медведь тут тоже не страдает. Отнюдь не страдает. Медведь хорошо фармит. SF хорошо фармит. Плохо фармит пока только Кентавр. Но он тут хотя бы экспу получает. ЦМочка обратно идет в центр. В центре у нас по-прежнему стоит... И Гарпиа Штормодел! Но это удар ниже пояса. Это серьезно. Удар ниже пояса. Гарпиа Штормодел это совсем плохой знак. Тут Морфлинг. 70 дамаги. 73 даже. И ЦМочка, которая симулирует убегание с линии. Естественно, нужно с Маке подобрать иллюзию. Да? Хотя Кентавра тут и так уже типа загнали. И под Маледиктом у Рэббита проблемы. Да. Его тут заколбировали. И Рэббит, естественно, умрет сейчас. Умирает он от рук Вич-доктора. Маледикт вернее от его. Ну и первый фраг теперь уже от LGD. То есть Кентавр по-прежнему у нас очень сильно загноблен. Он, правда, проблема с тем, что Сайлар. Тут тоже от Кайлов по самую малость просил. Кайлы там третьего левела. Между прочим, ТСФ сейчас, если просто захочет от Санрия 2 Кайлода, типа падет. Или даже 3. То Сайлора могут не опознать. Так, тут Гарпиа Штормодел пока напала на ЦМку. Вернее, на иллюзии. Ну и вот он. Опять же стоит этот вард, который реально дает много инфы. Кентавр возвращается на нижнюю линию. Он знает, что где-то здесь есть враг. Видит вот уже врага, ММА, Фейта, Яу на линии. Так что тут тоже все прекрасно видно. И Рэббит пока особо не подходит. Если бы тут стоял какой-то агрессивный вард, вот здесь, скорее всего, сейчас бы на него напали. Но его просто не видят. И просто, да, продолжают пушить вышку. Каски пошли почему-то. Хотя Маледикт попали. ЦМка, колба. И Рэббит не уйдет. Рэббиту сейчас вот еще потычки скинулись. Там Маледикт очень сильно сейчас будет бить. Хотя стики прожал. И Маледикт его не должен завалить. Или должен. Остается 70 хп. Выживает Кентавр. Классно он все сделал. Не хватило немножечко дамаги. Маледикт второго уже уровня, между прочим. То есть даже с Маледиктом второго уровня дамаги чуть-чуть не хватило. Но это из-за того, что Кентавр там стиками, кольцами регена, тангусами заедался. И все равно, что он сейчас? Он опять на базу, наверное, должен убегать. Там вот выход в мид. СФ сейчас не должен куковать. Он должен играть очень осторожно. Хотя мы видим, что он действительно в зоне риска. И СФ сейчас умрет. Продоманы у Вичдоктора хватает только на один каст. Следовательно, надо очень осторожно нападать на СФ. Но видели сейчас Кентавра. Кентавра находят Маледикт. Нет, не Маледикт. Это каски и попытка убить руками. Попытка убить руками, и она увенчалась успехом. Отлично, опять же, игра от суппортов. Могли, могли теоретически выходить на СФ в мид и убивать его. Но предпочли дальше догнобить Кентавру. У Кентавра по-прежнему третий левел на седьмой минуте. Ну, то есть с тампидами пока никакими не пахнет. Что-то я совсем уже приколупался к этому Кентавру. Давайте поглядим, как дела идут у Медведя. У Медведя Фейзы. У младшего Медведя Варежка и Орбов Веном. Что там, к мишке еще что-то летит. Нет, пока только Варды. У СФ дела в миде 34 на 23. Тут 15 на 11. Вот так вот. А не стоило ли пойти и действительно поубивать СФ в миде пару раз? Так, для профилактики. Тут Чен, например, еще ходит. Чен, конечно, помогает. Чен с этими гарпиями-штормоделами очень сильно испортил настроение. Вот так вот. Не дал сделать отвод Кентавру. Вич-доктор. Для того, чтобы СФ не подформил. Ну и Ньюби, видимо, злые. Слушайте, они пошли убивать Вич-доктора. Они пошли разбираться на эту нижнюю линию. Их реально разозлили. Они собрались пушить. Эту инфу дает теперь Фейт. И должна быть перетяжка от LGD. Во-первых, должна быть оттяжка от СМК. СМК, оттягивайся. Оттягивайся. Касочки. И СМК оттягивается. Ну, вот ты на нее посмотрел медведь. Ну, естественно, бить он ее не мог. Хотя корни уже были. Подошел бы Хао чуть ближе. Кто его знает. Корни бы с первого удара, естественно, прокнули. Ну, и как дела идут здесь? Здесь Бристлбэк с Ван Гуардом уже. Какие варианты дальше? Ну, если трансформировать Ван Гуард в Кримсон Гуард. Это хорошая идея. Все-таки Сумоны, Мишка. Там рейнджовые герои, которые тебя постоянно бьют. Ну, типа много будет на магии Ван Гуард впитывать. Тут Саншенко пока впитывает. Мишка очень хорошо ему помог с этими касками. Ну, в кавычках помог, естественно. И Сэвчик на хосте несется. Тут нашли Банану. Банану тоже убивают. Хорошо. И Сэв пришел, который на хосте. Но он забрал Сэмку. Я говорил, что он за ней не будет бегать. Но Сэв на хосте, чтобы не погнался за Сэмкой, это просто преступление, если так не делать. Но все же, вы понимаете, что тут забрали вроде бы двух суппортов. Но два больше, чем один. Тут еще и Морфлинг поприсутствовал. И это приятный момент. Кентавр в миде в это время хочет дополучить себе пятый левел. Морф, конечно, ему в соло вряд ли сможет помешать. Кого-то там еще нашли. Тут нашли Хао. И Хао, Хао, видимо, приплыл. Хотя маны у Вич Доктора не хватает. Но тычка и это минус медведь. А вот это уже приятно. О-я, говорит Вич Доктор. И я с ним согласен. Вот, да. Вот есть икс, пулечки. Треть левела. Все дела. И доминация, прессинг со стороны LGD продолжается. Находят сейчас Чена. Чен. Правильно. Вот, 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 вот. Ну, вы понимаете, да, что происходит? Вот просто Чен сам себя только что и убил. Этим с ВУХом. Ну, отведи ты его. Отвел. По таймингу. Тайминговый отвод с ВУХа. Медведь появляется в миде. Тайт Хантер. Там себе манку подрегенил. Арканчики будут через 15 секунд. Сантрячок воткнули. Смотрят, тут Мишка фармит. Мишка, значит, находится где-то здесь. Нова. Мишку. Просто не дают ему даже пофармить. Окей. Что там у Медведя вообще? Медведя тоже денег не слишком много. Давайте поглядим на Нетворсы. По Нетворсам, естественно, SF держится пока тоже на верхушке, потому что у него 52 крипа добито. Он там еще фраг сделал. То есть у SF все хорошо, нормально себя ощущает. Дальше уже идет небольшая пропасть. Бристалбек SF на одной отметке. Дальше там Морф. Медведь тоже плюс-минус на одной. Дальше Тайдхантер Кентаур. Вроде бы и на одной отметке. А вроде бы у Тайда уже левел 7. А у Кентаура вот сейчас, сейчас, сейчас уровень 6 появляется. И наконец-то появляется Стампид. Он его так быстро прокачал. Я думал, он его сейчас и юзнет сразу от радости. Потому что на протяжении 10 минут... Как 10 там? Минут последних 3 он точно не мог помочь своей команде никак. Ну и вот он Тайдуха. Тайдуха просто уже в даггер выходит потихоньку. Ну, Кентаур тоже. У Кентаура в этом плане. В плане денег дела это не слишком печально. И вот он Стампид. Таким, ах, прокачал все-таки. Трайхард получил 6. Не, ну старались как могли. LGD отсрочили этот Стампид как только у них получалось. Видите, продолжают пушить вышечку. Сами они, да, тоже одну потеряли. И что это? Это у нас выход на Хао. Хао медведем прочекал. Но, естественно, от медведя смоки не слетают. И вот они, два суппортика. Замедление. И... Что же мне сделать? Призову-ка я, наверное, медведя. А то каски-то по одному как-то не круто летают. Ну, что это такое? Чен с этим совухом. Медведь уже. Причем, Хао, он один раз подставил, тогда вы помните, Дизраптора. И сейчас он еще и сам себя закопал. Реально, один бы он отсюда, ну, не факт бы, что ушел. Но шансов было больше, вы понимаете, чем вот. Если он сам себя подставил под этот Дезвард. С касками. Какого-то уже третьего, наверное, уровня. Да, каски третьего, Мальдик, второго и Вард. Вот это такой Вич-доктор-убивец. Тайдхантер еще идет вражеских Эншентов фармить, для того, чтобы не отдать их оппоненту. Короче, вот LGD реально... Сейчас ведущие в этой игре, то есть, они говорят, как нужно играть команде Ньюби. Ньюби сейчас выглядят абсолютно беспомощными. Они просто стараются выхватить что-то с тех мест, которые им позволяют разведать команды LGD. И вот он результат. На графиках мы видим, что уже 4000 золота практически ведет команда дайеров. И 3000 опыта они также ведут. Плюс у тайдухи есть реведж. Вот, 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 тут втроем пошли. Пошли, пошли, пошли. Кого они пошли убивать? Они пошли пушить линию, скорее всего. Но у тайда есть реведж. У всех есть все. Есть Бристилбек, который в драках еще участия не принимал. Но у которого все норм. Вот у него 5-4 стенд форса. И убить его вроде как нечем на самом-то деле. Тут сейчас пошли, убили Кентавра. Кентавра. Кстати, то, что тайдуха потратил реведж, это не к добру. Это, возможно, позволит запушить вышку внизу сейчас, так как драться будет не слишком круто. Ну, а может наплюют на то, что у тайда нет реведжа и все равно пойдут воевать. Хотя я бы, наверное, не стал. Нет, Яао уходит вниз. Яао уходит вниз. Его сразу же глимпсуют обратно. И что? Я бы продолжил идти на Т2. А что тогда еще делать? Просто враг-то тоже продолжит идти на Т2. Это тоже проблема. Подходит тайдуха. Гашетка. Сетка по Инжулаю. Там еще один телепорт. Уже летит сюда Вич-Доктор. Вич-Доктор с Дезвардом, между прочим. Кинетик Филд неудачный. Должны сейчас уже эти каски. Вот они пошли каски. СФ раздулся. У ММА серьезные проблемы. Статик Шторм тоже плохой. Дезвард просто провел немножечко хао подальше от вышки. И все, все улетели. Да, никто не погиб. Ни у кого. Вышку сейчас просто задонает. Ну, неплохой такой деф получился от LGD. Учитывая то, что они дрались без рейвейджа. Вообще, по факту, без ничего. Там только Дезвард был потрачен. А команда врага и там Реквиемы, и Статик Штормы. Всадила. И при этом еще и вышку не забрали. Вот что самое досадное. СФ. 2 500. Естественно, это должен быть Блэкинг Бар. Если Му сейчас соберет что-то другое, кроме БКБ, то он может просто крест на этой игре поставить. Потенциально. Яо, а назад вернуться не хочешь? Или Руну он оставляет? А, он Руну оставляет Морфу. Да, там дабл дэмэдж. Просто ее с таким же успехом мог только что и Шадуфин забрать. Ну, вот он Морф, который потихонечку добирается до верхов. Тут увидели, что Эйншитов фармили, ребята. Смотрите, что происходит. Вот. Это называется желание победить. Три Сентряка вокруг Эйншитов. Это реально желание победить. Почему они сюда его поставили, я не знаю. Потому что вот-вот один же уже стоит. Как бы, что они на деле здесь увидеть? Тут тоже Пакован с Энтрей. И выход на Рэббита. Каски. Но дальше под вышку, естественно, нет смысла идти. Вышка туда, тычка туда, тычка. Прилетает еще сюда и Дизраптор. Будет ловить сейчас он Кристал Мейден. И Цемку здесь поймали. Вот Цемка поплатилась за вот это два лишних шага под вышку сейчас. Ну, а здесь заход на Рошана. И Даггер появляется у Кентавра. У Кентавра все так достаточно затянуто выходит. Шестнадцатая минута. Это вроде бы немного, но понимаете, за эти 15 минут с копейками столько всего успело произойти, что кажется, игра вот уже практически подходит к концу. Я не понимаю пока что, чем убивать Бристлбека. Совсем не понимаю. У Бристлбека три куска. Если он сейчас начнет выход в Тараску стремительную, и потом просто купит себе бронежилет, вот Плейтмейл обычный, то у Ньюби будут серьезные траблы. Пока что СФ может, конечно, броню срезать, и вроде Бристл со своими двумя тысячами ХП будет не такой уж и жирный. Но если это будет еще и броня, то вафли. Тут мы видим летит Сэндж. Саша Яша будет у него, да. Тоже хороший вариант. Ну, Вич Доктор пока дофармливает Лиса. Вич Доктор хочет явно выйти в агоним. А давайте поглядим внимательно. Чем можно сбивать Дезвард Вич Доктору? Можно сбивать Медведем. Теоретически. Самый лучший вариант. Это Глимпс. Безусловно. Первый вопрос. В курсе ли Дезраптор, что его Глимпсом можно сбивать Дезвард? Или мы увидим нечто суперпровальное, как мы уже с вами наблюдали, уже в подобной ситуации? Не в этой игре, там где-то то ли на лан-финалах Старладдера, то ли еще где-то это было. Но было. Да, вот он Сайлар, которого уже Гост, которого уже Эзерил на подходе. Ну и к Бристалбеку, я так понимаю, уже... Нет, это еще не Яша. Это пока к... ММАю прилетела медалька. ММАя тоже себя неплохо чувствует. Правда, пока уровень 7, только. Но уже, между прочим, Фризингфилд вкачан. Так, под Тайдуху-то. Просто действительно, вот посмотрите, что будет происходить? Влетает Тайд, дает реведж, дальше Дезвард и Фризингфилд. И Бристалбек фыркает. Что в такой ситуации делать? Да, ты сбиваешь Дезвард, потому что он вроде бы больше дамаги теоретически уносит. Ну или же Фризингфилд, что можно, в принципе, подставить уже под сомнение. Вот он Саншэнк затаился и говорят, здравствуй, Саншэнк. Глимпс. Потрясающий глимпс. Инжулай не менее потрясающий реведж дает. Они обменялись любезностями с Дизраптором. Может, он думал, что Дизраптор его в драку глимпсанул, я не знаю, но чем надо тогда думать? Это уже пища для... вам для размышления. Вот так вот. Но все же, все же, несмотря на ошибки, у LGD все, как вы видите, по-прежнему круче. Они лучше фармят пока. И пауза. Хао-ка. Я так понимаю, Хао лагает? Ну, это самое логичное, что я могу предположить. Но Хао играет за другую команду. Поэтому, если Морф знает, что Хао лагает, то это весьма странно. Ладно. Кстати, видите, что Тайтхантер у меня тоже в муте. И, как вы понимаете, не зря. Не, ну, у меня не за маленькие какие-то провалы обычно я людей в мут отправляю. Это, типа, черная метка. Так, чтобы для себя знать. Но вы видите, что было за что. Раз тут уже пошли такие реведжи. Эзериал тем временем у Морфлинга. У меня очередная пауза. Посмотрю, пока что вы в твиттере нам писали. Да, Морфлинг даже из игры пока выходит. А что вы тут писали? Посмотрим. Давай, давай, давай. Грузись, грузись, грузись. И он грузится. Да, тут, кстати, пишут, что 17-ая минута, Чен пятый уровень. Я что-то на это внимание не обратил. Я вроде привык, что Чен, он сам по себе бегает, фармит, и вроде бы у него все норм. Но теперь я задумался. А ведь действительно, если в чужих лесах постоянно бегала ЦМК, ВИЧ-доктор, и всех убивали, Чену в чужом лесу там тоже вроде бы его оттуда прогоняли. Соответственно, где ему брать экспу? Верно? Верно. Люди просто выходят. Они уже говорят, что победили и вливают из игры. Что вы там писали? Давайте еще поглядим. Так, так, так. Спасибо Дредду за победу. Судатам Ашеры что-то собрались, начали выигрывать даже. Я, конечно, могу их сейчас сглазить, и они сразу проиграют, все возможно. Да, вот. Нам даже показали, кто я такой, чтобы вы знали, где меня найти. Ну и люди вроде бы возвращаются потихоньку в игру. Такой пафосный койл от Рагнароса. Что у нас еще тут есть пафосное? Есть пафосный Бристлбэк, которого реально уже скоро будет нечем убивать. Он сейчас, конечно, силен, но будет еще хуже. Говорят, гон на соседний стрим, посмотрим Хардстоунчик. Я с удовольствием бы тоже посмотрел Хардстоунчик. Я в него поигрываю в перерывах между матчами, но посмотреть бы тоже не против. Кстати, кстати, вот статистика говорит нам о том, статистика, я имею в виду, Нахаза. Говорит, что Банана левел 4 Чен на 15-й минуте это второй результат снизу в профессиональной доте. То есть Чена до такой степени не гнобили уже давненько. АСФ... АСФ купил Юл вместо БКБ. С чем мы его официально поздравляем? Ну хорошо, вот что даст Шадоуфинду Юл? Давайте подумаем. Мувспит прикольненько. Манореген офигеть! Неуязвимость на 2,5 секунды. Что же произойдет за эти 2,5 секунды? Наверное, Бристлбека успеют убить за 2,5 секунды? Или Марфа успеют убить за 2,5 секунды? Что произойдет? В общем, БКБ здесь было намного юзабельней. И от Зерела спасет, и от Рэйвэйджа, от Фризингфилда в конце концов. Причем на больше, чем на 2,5 секунды. А так ты полетаешь, бить никого не можешь. Ладно. Да, вот нам пишут уже Гоу. И я думаю, можно начинать. Смотрю, люди, которые более-менее шарят. В китайском пишут мне Шаоэйт. Нет, он Ксяо-8, а не Шаоэйт. Он у меня Ксяо-8. Ладно, постараемся исправиться. Гоу. так, го, написали же. А, нет, там, еще, мой банан, они согласились. Да, СФ пока выглядит крайне печальным. То есть, герой, на которого делается практически весь упор, у которого дела идут лучше всех в команде, он пока проседает. Вот сейчас мы видим, медведь потихоньку начинает выходить на тропу войны, у него уже 2000, между прочим, между прочим, Хао, норм, себя чувствует. И еще одна пауза. Ну, действительно. дайте еще немного пауз. Да, пока что доминация идет достаточно серьезная со стороны LGD. И как из нее выбираться? Давайте рассмотрим возможные варианты выхода из финансового кризиса. медведь отжирается до 12 слотов, всех убивает. Это возможный вариант в принципе. Но там с другой стороны тоже есть морф, не самый последний герой. Просто морф совсем скоро будет щелкать товарищ. Пятый левел Чен, девятнадцатая минута, друзья. Девятнадцатая минута, пятый левел Чен. Чен, левел пять. Девятнадцать, ноль две, ноль три, ноль четыре, ноль пять, ноль... Я могу так делать до тех пор, пока он шестой не получит. Да. Вот это дела. Ну и еще одна вышка. Попытка заденаять от СФ тоже успехом не увенчалась. Морфлинг тем временем еще и Кентавра где-то убил. Просто Эзериалом что ли? Да, просто через Эзериал. Морфлинг убил Кентавра через Эзериал на двадцатой минуте. Это тоже плохо. Чен, пятый левел. Уже скоро двадцать пятая минута сейчас двадцать пятая двадцать первая минута сейчас пойдет. Если на двадцать пятой будет шестой. Слушайте, слушайте, его сейчас реально убьют. Его сейчас тупо... Ах, не убьют. Он спалил контору. Тайдуха сейчас тут скелетиков убивает, убивает, убивает. Чен, прятайся. И на базу. А он не может на базу, у него телепорта нет. Опасность. Да уж, запугали здесь ребята определенно. Кстати, сейчас еще тут центряк должны будут найти, который... А, вот-вот-вот-вот-вот. Тут задевардели. Не найдут. Не найдут. Вот, опс, подсветил. Ну, тогда нужно идти драться. Тогда, если уже враг совсем зажимается, вы либо съедаете всю карту, а если у вас не получается съесть всю карту, вы видите, тут Мишка подфармливает. Мишка, кстати, себе купил Майлштурм, но купил не Радианс. Хорошо это или плохо? С Радианцем у Вич-Доктора дела бы стали намного хуже. И у Цемки вообще это был бы просто фраг. Там кусь-кусь разочек. Ой-ой-ой, тай духа. Главное, реверс не давай. И все улетают с телепортов. Кентавр улетел. Просто, если пытает сразу жмакнул, возможно, был бы какой-то итог, но не было рядом с тайном никого. Чен, Чен, Чен. Он даже Эзериал не дает, вы понимаете? И он даже Эзериал зажал, потому что ну, ну, сжалиться решил Сайлар. Да. Шла 22-ая минута, Чен, пятый левел. Цемка, Фризинг Филд, минус Кентавр, Тайт Хантер, находит еще и Дизраптора. Дизраптор отправляет его домой, а Бристлбек отправляет домой самого Дизраптора. И тайминговая Мека на 22-ой минуте. Шестого до сих пор нет. Ладно, я знаю, что я говорю об этом каждые 5 секунд, вы уж меня извините, но для меня это реально удар психологический. Я представляю, какой-то психологический удар для Чена, может он надеется, что его команда не заметит, и не знаю. Тайт, а Тайт Древич уже давал, Тайт Древич давал, Фризинг Филд уже был, Дезварда еще не было, да, Дезварда еще не было, и Вич Доктор уверенно идет к Ганиму. Сейчас будем еще 150 голды закупить, закупить, насобирать, и закупить там топор, посох. замедалировала. На Сайларе не знаю, что Скади или Монтастайл, вот, или Баттерфляй, а Баттерфляй особо тут прок, наверное, не будет, вот Скади, скорее всего, пригодится. СФ наконец-то купил себе блокинг бар. У СФ стата 1.0.0. Такой вот он активный товарищ, хотя при трех фрагах у команды Ньюби можно сказать, что СФ он просто делает почти половину игры команды, а если учитывать то, что у него топовый крипстат в своей команде, это небольшая поправка, то по сути так и есть. Эта его пассивность, она пока... 23.09. Записываем. в блокнотик. Чен получает левел 6. 23. И сразу к нему телепорты, мол, покажи, покажи, чувак. Неужели это действительно так? Медведь пришел, проверил, говорит, да, вот, подсказывает нам, что... А винрейт-то, в принципе, неплохой у него, да, вот, там, 75 процентов. Может, просто не в нем дело? серия телепортов на миддл, собираются защищать базу. Ну, с эвчиком, конечно, просто вот так, крипов убивать на подходе, и Т2 вышек практически не осталось, только Т2 на топе, которую можно было бы еще отжать, в принципе, бесплатно. Кажется, так и собираются делать, да. Морф уже здесь, и там же Тайтхантер. Я думаю, что сейчас вот так вот наискосок и побежит остальная команда, попутно, видимо, еще за фармой от Эншентов. Да. Ну, вот он Яо, у которого тоже сейчас там будет Блэкинг Бар, допустим. Угу. Хайст. Ну, ну и выход в Смоуки от Ньюби. Я не знаю, правда, на что они рассчитывают, попробовать кого-то быстро сфокусить, какого-нибудь морфлинга через стан. Морфлинг всех увидел, СФ поднял его, тут Сайленсов куча, реведж пошел, Сайлар, кажется, пока выжил, но он под Сайленсом, у него проблемы, его фокусят, Сайлар уходит в своей форме, Му и БКБ нажал, и все все понажимали, а дальше что? Ну, идите, поделитесь, будьте мужиками, и тут все пацаны, да там же Бристлбэк, валим, валим отсюда. И они только что увидели, что в пятером убить морфлинга у них не получилось. Опять же, возвращаясь к народным приметам, могу сказать, что это плохо. И вышку, вышку, вышку сейчас тут тоже, естественно, заберут. То есть останется, не останется, вернее, Т2 ТВРО больше, и только хайграунд. Правда, Рошан еще есть. Если ЛГД решат сейчас играть суперосторожно, они, скорее всего, отправятся на Рошана, заберут Аегис, а потом пойдут давить. Морф тоже БКБ себе купил. Морф решил пока особо не наглеть через Кадди. Все-таки играют осторожненько, так что на Рошана, скорее всего, тоже уйдут. Медведь. Медведь только что делал телепорт. Да, Медведь реально только что делал телепорт. У него нет, у него нет ничего! Лови! Лови Мохнатого! И поймали, поймали Мохнатулечку-то! Тайдуха, бодиблок. Все, увели в нужную сторону. Это такое, просто охота на медведя называется. Как ЛГД на медведя ходили. И дизвард ему туда, все ему туда. А, ведь доктор свою жизнь спасал, его там чуть не сожрал. Мишка, младший. В это, в общем, Мидас себе купил. Я говорил или нет? Ну и вот он, Рошан. Кстати, Медведь их еще так и удобнее, как Рошанчику подвел. Соответственно, сейчас ЛГД могут тупо по Миду пойти и нести пацанов. Да, потому что реведж будет через 40 секунд. Как раз там пока перегруппируются, можно уже смело отправляться воевать. Тут, тут, тут. Простил, простил Крипайн Джулай. Что там Бристлбэк? Так, вилка пока. На базе, может, что-то лежит. Нет? А что он тогда себе? А, он же БКБ недавно покупал, точно. СМК тоже 11-я уже. Правда, Фризенфилл 2-го брать не стало. Хотя, наверное, стоит. Дэмэдж нормально вырастает. С каждым левелом прокачки. ССФ. Вот оно, предназначение Юла. И так аккуратненько Бристлбэк лавировал, лавировал, да, вылавировал. Наказать решил. Убить. Правильно, так ему надо. Ореген у Бристлбэка вообще царский. 4 маны в секунду это реально много для такого героя. СМК там нормально бустит. И даггеру Кристалмейден. Теперь врыв в действительности будет выглядеть совсем страшно, потому что помимо того урона, который будет получать команда от реведжа, пока они будут прыгать, падать, все это время будет еще заливать и Кристалмейден. И вроде на нее тратить какие-то дизейблы не особо-то и хочется, если честно. Поэтому ЦМка сейчас может стать одним из ключевых героев. Вот, нашли СФ-чика и вот так вот БКБшечку нажал. Ну, кстати, его может даже спасет Чен, Кентавр, Стампид и ушел. Ушел Кентавр. Слушайте, реведж потратили сейчас LGD, и это значит, что они не зайдут на базу, скорее всего. Хотя у СФ уже нет Блокинг Бара. Да нет, не зайдут. Без реведжа вряд ли, вряд ли, вряд ли. Хотя Дайер. Да нет. Да нет. Так, тут пока сдаился Хао. Медведя убить. Нет, не хотят убивать медведя. Выиграли немножко времени сейчас для себя нюби. Давайте поглядим. Вот, сначала по деньгам. По деньгам мы видим уже там 14 тысяч плюс-минус преимущество Дайеров. И по опту такое же. Но сейчас вышки закончились, Рошана уже забрали. Соответственно, надо идти на ХГ. На ХГ возможно зайти. Профукали из-за того, что потратили реведж. как оказалось в пустую. Соответственно, придется ждать еще 78 секунд. Пока ЦМка пытается за эти 78 секунд получать себе 12-ый. Возможно, вкачают как раз Фризинг Филд уже в 2. Да, просто Аэгис пропадает через 2 минуты, реведж будет через минуту. Так что, по сути, минута остается у... будет не остается, будет у ЛГД для совершения атаки. Это вроде бы много. Минута. Но... Не знаю, не знаю, будут ли они вот так вот действовать. Да, хотят убить медведя. Естественно, это нужно делать. Еще хотел сказать ЦМочка достается. Нет, все-таки Бристалбек делает минус. Ну, тут СФчик уходит от Марфа. СФ, видите, совсем беспомощно пока выглядит. А у Бристалбека еще и Башер. Сейджис маски. Что он делает? У него просто миллион Сейджис масок был только что. Купил Севладмир. Тут пока тем временем уже подходят к базе люди. Уже даже начали Т3 потихонечку метелить. Айгис по-прежнему у Морфлинга. Морфлинг, наверное, должен сейчас быковать. Так, и готова роважечка. Вот он Инжулай. Затаился пока в углу. Да и надо уже нападать. Кого-то на базу отправили. А, это Кентавр. Типа на врыве развести как-то. Я не знаю, что это было. Бы. Так, Мишку убили. Хорошо. А на Мишке должен быть кулдаун. Да, на Медведя есть кулдаун. Еще 40 секунд не будет Медведя. Да, вперед! Нападайте! СФ поднял себя на ветра. Это, кстати, неплохой повод для того, чтобы на него напасть. Тавр. Нападать! Инжулай! Не нервируй меня. Вперед! 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 Аэгис уже пропал. Все. Никто нападать не будет, походу. Или будут? ОСФ вот просто вышел и убил всех крипов. Хотя, один успел подойти. Вот очень-очень неуверенно сейчас действует ЛГД. Ребята, у вас просто чудовищный перепак на 20 кусков. Просто зайдите, нажмите по БКБ и убейте там всех. В хламину прям разорвите их. Кстати, вижена нету. Да, не было, поэтому смог не видели. И вот он, наводение на СФ. СФ убивают в секунду. Через реведж, правда. СФ делает байбэк. Что? Ну окей. Заставили СФ сделать байбэк. Теперь уйдут, что ли? Ожидать следующего реведжа? Вот эта осторожность, она уже стоила одной команде игры. Я вспоминаю матч... Кстати, в ЛГД тогда играли, это были ЛГД и ДК на Интернешнале, она вот недавно прошедшая, недавно, уже полгода назад прошедшая. И там ДК проиграли с 30 тысячами перефарма. Ну вот просто потому, что им было влом пойти и убить врага. Они просто говорят, ну чувак, мы за фэрплей, у тебя еще нет столько слотов, сколько у нас, поэтому давай мы просто дадим тебе шанс. И они дали. Правда, здесь ЛГД отошли не просто так. Сейчас появляется рефрешер у Тайтхантера через 100 голды. Появился Аганим у Вичдоктора. Вот только-только. И, соответственно, их потенциал в бою следующем, он будет значительно выше. Так что, возможно, вот эта задержка в пару минут, она и в плюс выйдет. Тем более, что кулдаун на байбеке достаточно большой. Там 7 минут. Ну и вот еще Искади у Морфлинга. Его сейчас вообще очень трудно взять. Ну и сам Морф выехал за Кентавром. У Кентавра, естественно, есть телепорт. Сейчас он сюда зайдет и будет или куда? Или сюда. Или сюда. Нет, Кентавр идет дальше. Дерзкий Кентавр, стоит отметить. Он-то никого не видит? Не, он видел, он видел только что пару пацанов. И делает тэп-аут. За ним уже ЦМ-ка выехала. Это вам не шуточки. Вот он, рефрешер. Скорее всего, еще и Рошана следующего дождутся, потому что до него осталось буквально пару минут. Вот. Именно пару минут подсказывает нам Дота. Но все это время тут ребята тоже, по идее, должны подфармливать. СФ должен в теории себе успеть нафармить Баттерфляй. Медведь. Что медведь? Ведя вроде что-то есть. Там 14,5 тысяч Нитворса. Ну и что? Вот этого Мишку вы видели. Стирают моментально. Там медалька, пара соплей от Бристалл Века и все, медведей не становится. Вот этот весь бонусный армор съедается. Еще и гаш там с минус армором также, не забывайте. КБ у Кентавра. Окей. И заход в чужой лес от LGD. Причем они тут прямо на варде бегут. одного глимпсанули. Джулай теперь первый пошел. Но никого он тут не находит. Ну, кстати, кстати, Кентавр. Кентаврюшечка-то. Ах, не в ту сторону побежал Ява. Ну, с Башером-то можно ведь было и получить по лицу. и даже телепорт не успеть сделать. SF тоже непонятно, что ждет. Вот, делает телепорт. Вот, все. И там 10 секунд рашана осталось. Вот он прямо сейчас уже должен будет появиться. и LGD должны на него отправиться. Верно? Верно. Вот он уже стоит. Да, игра, конечно, не то чтобы жутко пассивная. Пассивные моменты были вот буквально в последнее время, когда LGD там реверс зря потратили, да, когда вот эти началась терпешка между до рошанов. Но предыдущих там минут 20 с чем-то игра была действительно очень энергичная. Несмотря на счет всего лишь 3.15, тем не менее LGD сделали очень много для того, чтобы счет был именно таким. Для того, чтобы у врага не было денег, для того, чтобы враг вообще не знал куда ему деваться. Вот он подходит Сайлор с дабл-демиджем, между прочим. Смотрите на вот этот урон морфинга. Пять сотен практически. И вот что он делает с вышки. Все, глифа нет. Сайлор. Сайлор вспомнил, что у него нет аэгиса. Пацаны, там же Рошан! Почему у меня нет аэгиса в инвентаре? Эй! Ну и они действительно идут на Рошана. Опомнились. А если бы вас там сейчас всех поубивали, что бы делали? Ньюби тоже поняли, что те поняли, что Рошан появился. И вот-вот, что происходит в принципе с Рошаном. Да, видите, там минус 9 брони, и там еще сопельки вешаются, вешаются. Где эти сопельки? Нет сопельки пока. Кентавр влетел, сразу же два БКВ и ответный рэвидж. Хао попадает под раздачу, пошли каски и пошел Дезвард. Дезвард разбивает одного, второго, третьего практически. Хао тоже сейчас умрет от Маледикта. И все, наверное. Гага! Именно так. Даже не стали дожидаться. Финала Ньюби 1.6, друзья. Чемпионы Интернешнала, говорите? Нет, не слышали от таких. И вот, вот вам. LGD Gaming Victory. Что можно добавить? LGD в этом матче выглядели вот прям совсем круто. Они с самого старта делали офигенные вещи. Они заблочили чену все. Они не дали ему вофармить вообще, в принципе. они отлично напрягали нижнюю линию. В результате у Чена, у Кентавра абсолютно дефицит денег и опыта. Посмотрите на экспириенс Пермины Чена. 91! Это, наверное, самый маленький показатель в жизни, который я видел хоть на ком-то. Но у стоящего на базе типа XPM будет больше, потому что там люди будут лезть потом под фонтан, умирать и умирать и умирать. И у него хоть какой-то будет экспириенс в результате. это 91 очко опыта в минуту. Крайне мало. Ну вот, ласт хиты вы видите, SF хорошо хитал, безусловно, Хао хорошо хитал, но этого недостаточно. Если у вас два героя в команде фактически отсутствуют, а так и было, Кентавр и Чен, они, ну, такие понарошечные были, то о чем тут можно вообще идти речь? Да, урона выдали совсем немного. Все выдали совсем немного. Было очень мало драк, было очень мало вот этих вот 5 на 5, да, замесов, там даже 3-15 счет в конце, что вы вообще хотели. Ну и вот и на сравнение. Допустим, как вам такое? 6-0-5 Вич Доктор и Чен, который абсолютно в этой игре был бесполезен. Ладно, ну ладно, друзья, хватит уже гнобить этого Чена. В общем, у нас впереди очень интересная игра, в теории должна быть, атакой. Да, у нас впереди ХГТ против Нави. Нави, как вы знаете, победы очень-очень сильно нужны, так что будем ждать, верить, надеяться и давайте, далеко не разбегайтесь, мы с вами увидимся спустя, я надеюсь, небольшое время.